Трибуны взрываются. Команда «Алроса-Газ» забила седьмую шайбу ворота у дачнинского комбината. А это значит, что команда выбила себе место в финальной тройке. Самому старшему игроку 76 лет и самому младшему 14. Вот в чём наша сила. Преемственность поколений, так сказать. Два месяца, больше 20 матчей. В выходные завершился чемпионат по хоккею на Кубок профсоюза «Профалмаз». Последние игры оказались для команд нервными. Отсюда и частые потасовки среди игроков на льду. Не было настроя должного. Ребята, наверное, думали, что получится выйти и сыграть на одном коньке, так сказать, без особого сопротивления. Хотя мы знаем, что мирная и боевая команда, они на своём льду никогда просто так не отдают. Просто недонастрой. Ну и где-то думали, что шапками сейчас закидаем. Как видите, соперник показал, что это нас нужно вытаскивать из-под этих шапок. Хоккей-спорт травмоопасный, поэтому на протяжении всех игр на трибунах дежурили медики. «Игры у нас проходят два месяца. За этот период была одна травма, перелом правой руки. Участники игр проявляют взаимоуважение, они используют силовые приёмы борьбы». Хоккеисты признаются, играть в чужих стенах сложнее, особенно, когда большая часть болельщиков не на твоей стороне. «За кого болеете?» «За Алроса Газ». «Алроса Газ». «Почему?» «Сын играет». «За мужа своего, 18-й номер. «Алроса Газ». «Конечно, за Алроса Газ». «Почему?» «Ну, потому что она рулит. Алроса Газ рулит». Только вот ни стены, ни болельщики не помогли обойти гостей северной площадки. Команда Удачинского ГОКа взяла главный приз – Кубок профалмаза. «Алроса Газ» на втором месте. По словам организаторов в двухмесячном поединке, все команды отыграли в полную силу. Соперникам расстраиваться не стоит. Кубок – награда переходящая. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Телеканал «Алмазный край». Анна Брянская, Алексей Меркулин, Телеканал «Алмазный край». Анна Брянская, Алексей Меркулин, Телеканал «Алмазный край».